Здравствуйте, уважаемые студенты! Я Сатпаева Эльмира Маратовна, заведующая кафедрой фармакологии Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфиндиарова. Тема сегодняшней лекции – опиоидные или наркотические анальгетики. Сегодня мы обсудим механизмы действия, основные фармакологические эффекты и нежелательные побочные реакции опиоидных анальгетиков. Но прежде всего мы должны дать определение анальгетиков. Итак, анальгетиками называют лекарственные средства, которые при резорбтивном применении избирательно ослабляют или устраняют чувство боли, сохраняя при этом другие виды чувствительности и сознания. Анальгетики подразделяются на две большие группы – преимущественно центрального и преимущественно периферического действия. Анальгетики центрального действия, в свою очередь, подразделяются на опиоидные, неопиоидные анальгетики и анальгетики смешанного типа действия. К опиоидным анальгетикам относятся полные агонисты, частичные агонисты, агонисты-антагонисты и антагонисты. Что касается ненаркотических анальгетиков центрального действия. Здесь можно выделить две группы. Первая – ингибиторы циклооксигеназы, производная парааминофенола, препарат парацетамол. И вторая группа – препараты других фармакологических групп, обладающие анальгетической активностью. То есть анальгетический эффект этих препаратов не является основным. Например, противоэпилептический препарат карбомазепин или закись азота, который относится к средствам для наркоза и так далее. Вторая группа анальгетиков – препараты периферического действия. Сюда можно отнести нестероидные противовоспалительные средства, такие как кетаралак, деклофенак натрий, ипубрафен и так далее. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к наркотическим анальгетикам, мы должны вспомнить из курса физиологии, что такое боль. Как вы знаете, боль является реакцией организма, которая сигнализирует о каком-то повреждении и сопровождается изменением двигательной, вегетативной, эмоциональной сфер организма для защиты от повреждения. Боль возникает в результате активации ноцицептивной системы, которой относятся ноцицепторы. Они бывают механотермические и полимодальные, или хемоноцицепторы. Факторы, раздражающие ноцицепторы, называются ноцицептивы. Эти факторы могут быть физические, химические, механические и биологические. К примеру, отморожение, ожог, механическая травма, воспалительный процесс. Центральный аппарат ноцицептивной системы представлен ядрами таламуса, гипоталамуса, ретикулярной формации, центральным серым веществом и корой мозга. При повреждении ткани в очаге увеличивается содержание ионов калия, АДФ, брадикинина, простагландинов и других факторов, повышающих чувствительность ноцицепторов. Импульс по афферентным нервным волокнам поступает сначала в задние рога спинного мозга. Здесь в синапсах выделяются два важнейших медиатора боли – пептид P и глутамат. Пептид P взаимодействует с нейрокиновыми рецепторами, а глутамат с НМДА-рецепторами на интернейронах. Далее импульс устремляется в гипоталамус, проходит через таламус, лимбическую систему и попадает в кору головного мозга, где происходит восприятие и оценка боли. Формируется эмоциональная реакция на боль. Второй путь – проведение боли. Импульсы поступают на мотонейроны спинного мозга, что приводит к двигательным реакциям на боль. Третий путь – в боковые рога спинного мозга, где происходит стимуляция адренергической иннервации, в результате чего появляются вегетативные реакции. Антиноцицептивная система, которая способствует угнетению боли или обезболиванию, представлена главным образом опиоидными или опиатными рецепторами и их природными легандами – нейропептидами – это энкефалины, эндорфины и динорфины. Кроме того, сюда относятся структуры среднего, продолговатого и спинного мозга, такие как околоводопроводное вещество, ядра шва и голубое пятно, которые выделяют неопиоидные пептиды, в частности серотонин и катехоламины. Они стимулируют соответствующие рецепторы во вставочных нейронах и таким образом тормозят передачу болевых импульсов. Эндогенные опиоиды имеют аффинитет к определенным типам опиоидных рецепторов – мю, дельта, каппа. Эндогенными агонистами мю-рецепторов являются эндорфины. Стимуляция этих рецепторов вызывает анальгезию, седативный эффект, угнетение дыхания, миоз, зависимость, эйфорию, снижение моторики желудочно-кишечного тракта и бродикардию. Энкефалины, имеющие аффинитет к дельта-рецепторам, вызывают анальгезию, угнетение дыхания, снижение моторики желудочно-кишечного тракта. Активация каппа-рецепторов динарфинами приводит также к развитию анальгезии, а также миоза, седативного эффекта и дисфории. Помимо указанных эндогенных нейропептидов, легандами опиоидных рецепторов могут быть экзогенные вещества, то есть лекарственные препараты, а также имеющие определенный аффинитет к ним. Эти препараты и называются опиоидными или наркотическими анальгетиками. Как было сказано выше, они подразделяются на четыре группы. Первая группа – полные агонисты, такие препараты, как морфин, тримиперидин, фентанил, суфентанил, имеют аффинитет ко всем типам опиоидных рецепторов, то есть мю, дельта и каппа. И стимулируя эти рецепторы, вызывают максимальный эффект. Агонисты-антагонисты активируют дельта и каппа и блокируют мю-рецепторы. Это пентазоцин, налбуфин, бутарфанол. К частичным агонистам относятся бупринорфин, который активирует преимущественно мю- и каппа-рецепторы. Антагонисты налоксон-налтриксон блокируют все типы опиоидных рецепторов, при этом устраняют эффекты агонистов и применяются в качестве антидотов при отравлении опиоидами. Основным представителем наркотических анальгетиков, полных агонистов, опиоидных рецепторов, конечно же, является морфин. Его получают из опия, это млечный сок макоснотворного, папавар сомниферум, который содержит в среднем около 10% морфина. Но некоторые сорта опия могут содержать до 20%. В составе опия содержатся также и другие алкалоиды, папавирин, кодеин, наркотин. Опия известен с давних времен. Первые упоминания можно встретить в шумерских клинописях, датированных IV тысячелетиям до н.э. В средние века опий широко использовался в качестве универсального средства. Морфин в кристаллическом виде впервые был выделен в 1803 году ганноверским фармацевтом Сертьюнером, а в 1952 году впервые был произведен химический синтез морфина. Но в связи с тем, что он оказался нерентабелен в промышленных целях, морфин до сих пор получает из опия. А сейчас мы рассмотрим механизм действия опиоидных анальгетиков на примере морфина. Морфин имитирует действие эндогенных нейропептидов, взаимодействуя с опиоидными рецепторами, которые сопряжены с GI-белком. В норме GI-белок подавляет активность аденелациклазы, а аденелациклаза, в свою очередь, влияет на образование циклической АМФ и активирует протеинкиназу. В результате происходит фосфорилирование кальциевых каналов и, соответственно, закрытие потенциалозависимых калиевых каналов, в результате чего на мембране происходит процесс деполяризации. Опиоидные анальгетики оказывают стимулирующее влияние на опиоидные рецепторы, в результате чего активируется GI-белок и, как следствие, подавляется активность аденелациклазы и не образуется циклическая АМФ. Отсюда не происходит активация протеинкиназы, что приводит к угнетению фосфорилирования кальциевых каналов и их закрытие, а калиевые каналы, наоборот, открываются. Таким образом происходит процесс реполяризации на мембране. При этом угнетается выброс медиаторов, способствующих возникновению боли. Главным образом пептид P, кенины и глютамат. Кроме того, угнетается межнейронная передача импульсов на разных уровнях центральной нервной системы. Нарушение проведения болевого импульса в коре больших полушарий головного мозга связано со способностью анальгетиков повышать порог болевой чувствительности, и ослаблять процессы суммации допороговых болевых импульсов на уровне таламуса. На уровне лимбического отдела мозга, где обычно осуществляется эмоциональное восприятие, нарушается межцентральное взаимоотношение и нарушается эмоциональная и психическая оценка боли, устраняется чувство страха. Анальгетический эффект при применении морфина носит временный характер, поскольку проводящий боль нейрон быстро нарабатывает дополнительное количество аденелациклаза, то есть для достижения эффекта нужно вводить все большее количество препарата. С каждым разом активность аденелациклазы растет, что требует увеличения вводимой дозы для достижения анальгезии, то есть развивается эффект привыкания. При попытке отказа от морфина количество циклической АМФ в пресинаптическом окончании может оказаться гораздо выше нормы, это приводит к более интенсивной передаче болевых импульсов. А теперь перейдем к фармакологическим эффектам морфина. Их можно разделить на центральные и периферические. К центральным эффектам относится в первую очередь анальгезия, которая является основным и развивается через несколько минут после введения, длится 4-6 часов. При этом повышается порог болевой чувствительности, меняется эмоциональная реакция на боль, но анальгезия не нарушает речь, координацию движения и другие виды чувствительности, такие как слух, осязание и другие. Седативный эффект морфина выражен и переходит в снотворный эффект, но при этом больные легко пробуждаются. При повторном введении морфина развивается эйфория, то есть повышение настроения, сопровождающееся чувством блаженства, легкости, положительных эмоций, чувство безразличия к окружающему миру. И именно эйфория является причиной возникновения зависимости, то есть наркомании. К центральным эффектам также относятся и снижение температуры тела за счет угнетения центра терморегуляции. С влиянием на гипоталамус связана способность морфина снижать диурез за счет повышения выработки антидиуретического гормона. Морфин угнетает дыхательный центр, снижает его чувствительность к углекислому газу. При передозировке приводит к развитию патологического дыхания по типу чейнстокса и переходит в апонное. Морфин также угнетает кошелевой центр, в связи с чем обладает выраженным противокошелевым эффектом. За счет стимуляции триггерной зоны дна четвертого желудочка вызывает тошноту и рвоту. В больших дозах угнетает рвотный центр, поэтому при отравлении морфином, при повторном его применении, введение рвотных средств неэффективно. Морфин также возбуждает центр глазодвигательного нерва и вызывает миоз, который является диагностическим признаком отравления морфина. Влияние морфина на сердечно-сосудистую систему является пограничным, то есть и центрального и периферического генеза. Возбуждая центр блуждающего нерва, он вызывает брадикардию. На артериальное давление в терапевтических дозах мало влияет, но в высоких дозах снижает артериальное давление, усиливая высвобождение гистамина. Известно также кардиопротекторное действие за счет открытия калиевых каналов и накопления в митохондриях запасов АТФ. Также к периферическим эффектам морфина относится влияние на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта. Морфин снижает моторику желудочно-кишечного тракта за счет стимуляции миорецепторов на холиэнергических нервных окончаниях, что приводит к закрытию кальциевых каналов и таким образом препятствует выбросу ацетилхолина из пресинаптической мембраны. В результате развивается обстепация и нарушение выделения желчи. Повышается тонус бронхов. Морфин также угнетает секрецию эндокринных желез, снижается выделение слюны и соляной кислоты. Также морфин затрудняет мочеиспускание в результате повышения тонуса сфинктера мочевого пузыря и угнетения центральных механизмов рефлекса мочеиспускания. Кроме того, морфин влияет на миометрии, снижает сократительную активность матки. Это нужно помнить при применении опиоидов для обезболивания при родах, тем более что они легко проникают через плацентарный барьер и могут вызвать асфиксию плода. Фармакокинетика морфина. Вводится препарат парентерально, так как биодоступность при энтеральном введении низкая. Время действия 4-6 часов. Значительная его часть инактивируется при первом прохождении в печени. В молекуле морфина две свободные гидроксильные группы, поэтому он легко конъюгирует с глюкроновой кислотой. Образовавшийся при этом морфин глюкоронид обладает более выраженным анальгетическим эффектом, выводится через почки. Морфин по большей части применяется при сильных болях для предупреждения болевого шока, при травмах, ожогах, инфаркте миокарда, остром панкреатите в послеоперационном периоде. У онкологических пациентов морфин применяется для обезболивания в качестве палеотивной терапии. Морфин также может использоваться для примедикации, а также для купирования спастических болей при кишечной и почечной колике. Но в этом случае нужно обязательно комбинировать с эмхоленоблокаторами, либо с миотропными спазмолитиками, так как морфин, как уже было сказано выше, провоцирует развитие спазма. Следует помнить, что морфин не рекомендуется применять у детей до двух лет из-за высокого риска угнетения дыхания при беременности и лактации, так как он легко проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко. Очень осторожно следует применять при черепно-мозговых травмах. При применении морфина также можно помнить, что он является синергистом средств для наркоза, седативных, снотворных препаратов, анксиолитиков, антипсихотиков и местных анестетиков. Теперь кратко остановимся на других препаратах, входящих в группу опиоидных анальгетиков. Одним из наиболее часто применяемых препаратов этой группы является производная эпиперидина тримиперидин или промедол. Препарат по активности уступает морфину в 2-4 раза, продолжительность действия 3-4 часа, в меньшей степени угнетает дыхание, в отличие от морфина снижает тонус гладкой мускулатуры бронхов, кишечника, желчевыводящих путей и мочеточников. Поэтому при коликах предпочтение отдается именно этому препарату. Еще одной отличительной особенностью тримиперидина является его способность расслаблять шейку матки и несколько повышать тонус стенки матки. Поэтому он чаще применяется для обезболивания родов, тем более, что он меньше угнетает дыхательный центр и поэтому более безопасен для плода. Следующий препарат также производная эпиперидина фентанил. Это наиболее сильный опиоид, который превышает морфин по активности в 100-400 раз, но эффект кратковременный, в среднем 30 минут. Применяется главным образом для нейролептанальгезии совместно с нейролептиком драпиридолом. Комбинированный препарат называется таламонал. Чаще всего нейролептанальгезия применяется при инфаркте миокарда, так как в этом случае у пациента сохраняется сознание, что очень важно в данном состоянии. Сильно угнетает дыхательный центр, повышает тонус скелетных мышц, поэтому фентанил может ухудшить вентиляцию легких. Препарат пентазацин является агонистом дельта и каппа рецепторов и антагонистом мюрецепторов. Мало влияет на дыхательный центр, реже вызывает такие побочные эффекты, как запоры, снижение диуреза, привыкание и зависимость. Чаще вызывает дисфорию. Повышает артериальное давление и усиливает работу сердца, в связи с чем его не применяют при инфаркте миокарда. Бутарфанол является агонистом каппа рецепторов и слабым антагонистом мюрецепторов. Активнее морфина в 3-5 раз, период полувыведения около 3 часов. Повышает артериальное давление, мало влияет на моторику кишечника, не угнетает диурез. Бупринорфин является частичным агонистом мюрецепторов и слабым антагонистом каппа рецепторов. Низкая биодоступность при пероральном применении. Более мягкий по действию, чем полные агонисты. Мало угнетает дыхательный центр. Действие длится до 6 часов. Следующий препарат тромодол является анальгетиком смешанного типа действия, то есть имеет некоторое сродство с мюрецепторами и ингибирует обратный нейрональный захват норадреналина и серотонина. По активности соответствует пентазоцину. Анальгетический эффект длится 3-5 часов, практически не угнетает дыхательный центр и моторику желудочно-кишечного тракта. Применяется при умеренных болях и эффективен при соматической боли. На этом наша лекция подошла к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!